Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, еще те, кто не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 9 декабря, киевское время, 18 часов. Ну что сказать, обстановка очень сложная. Очень напряженные бои и кровопролитные бои идут на Донбассе. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки в Луганской области и Клещевки и Маренки в Донецкой области. За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, 3 авиационных удара, а также нанес порядка 54 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Угроза ракетных ударов по энергетике и объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины продолжает оставаться. Хотя я сказал бы, что на сегодняшний день даже наша разведка пока не наблюдает подготовки к очередному массированному удару. Я думаю, это скорее всего связано с тем, что российское руководство не может пока еще прийти в себя после вот этих взрывов на аэродромах стратегической авиации. Кстати, часть стратегических бомбардировщиков была перегнана в Заполярье, в Мурманск, точнее недалеко от Мурманска на аэродром. И соответственно базу, материальную базу никто не перевозил, поэтому готовить там самолеты к боевому применению, к пускам ракет невозможно. Их надо возвращать на базы в Энгельс, в Рязань или в Курск, а потом уже там готовить их к применению. Так что у нас появилась еще одна дополнительная возможность наблюдать. И мы усложнили, еще больше усложнили Российской Федерации порядок применения стратегических бомбардировщиков для нанесения массированных ракетных ударов по нашей территории. На Северском направлении, Полесское и Волынское направления мы пропускаем. В принципе можно объединить Северское, Полесское, Волынское и Слобожанское направления. Обстановка без изменений. На Северском направлении больше досталось в эти сутки Сумской области, Черниговская была более-менее спокойна. Харьковская область, более 16 населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны Российской Федерации. На Сватовском направлении противник пытается перейти к такой жесткой обороне, вести оборонительные бои. Применяет обстрелы из всех видов артиллерии, начиная от танков, минометов и заканчивая авиацией для того, чтобы сдержать продвижение вооруженных сил Украины. Мы потихонечку продолжаем медленно вгрызаться в оборону противника по 100-200 метров буквально, но мы продвигаемся в направлении Сватова на Луганщине. В направлении Кременная противник усиливает артиллерийские обстрелы наших позиций, то же самое для того, чтобы обеспечить оборонительную способность своих войск, для того, чтобы сдержать наступление вооруженных сил Украины. Мы там тоже продвигаемся, потихонечку продвигаемся, получается, севернее и южнее Кременной. Так что вполне возможно, что через какое-то время может возникнуть угроза окружения Кременной. Так что здесь у нас есть успех. Далее Донецкое направление. Это самое тяжелое, самое кровопролитное на сегодняшний день. И Бахмут. На Бахмутском направлении в Белогоровке продолжаются попытки врага выбить силы обороны Украины из этого населенного пункта. Они постоянно атакуют, бои идут в самом населенном пункте. Но на сегодняшний день там бои продолжаются. Мы удерживаем часть населенного пункта под нашим контролем. К сожалению, враг имеет частичный успех на восточной окраине Бахмута. У Бахмутской свалки передовые позиции врага, у городской свалки. Но не у Дамбы. Ранее сообщалось, что вроде бы они вышли к Дамбе. Нет, к Дамбе российские войска не вышли. Это уже выяснилось. По ранним сообщениям не соответствуют действительности. Передовые позиции российских войск, еще раз повторюсь, находятся в районе городской свалки города Бахмут. Вооруженные силы Украины наносят поражение по авангарду войск Российской Федерации на этих рубежах. Также продолжаются бои в районе Клещиевки. Пока что результат неизвестен. То есть там идут ожесточенные оборонительные бои с нашей стороны. Противник продолжает пытаться наступать. Но на данный момент, на момент записи этого видео, противник успеха не имеет. Возле Клещиевки. На Авдеевском направлении враг не прекращает наступательные действия. Обстреливает районы населенных пунктов. Вокруг Авдеевки около 25 населенных пунктов были подвержены артилерийскому огню. Со стороны российских войск. Очередная наша попытка атаки в районе между Водяном и Первомайским, к сожалению, не принесла успеха. Мы откатились на исходные позиции. Это была попытка сбить или вернуть утраченные в районе Первомайского и Водянова оборонительные рубежи вооруженными силами Украины. Российские оккупационные войска вошли в южную часть Водянова. То есть противник, наоборот, имел частичный успех на этом направлении. Вот такие перемещения. Продолжаются попытки штурма Первомайского и Невельского. Российские войска хоть и ложат там, там потери со стороны наступающей стороны, то есть со стороны российских войск очень большие. Но они постоянно продолжают, они вообще не считают, сколько людей погибло, сколько ранено. Они просто подвозят резервы и гонят их в атаку. И вгрызается, буквально вгрызается в нашу оборону, пытаясь отбить в районе, особенно Первомайского и Невельского. Враг хоть и платит большую цену за продвижение вперед, но либо отгрызает у нас часть посадки, либо кирпичного поля. Это кирпичное поле, это то, что осталось от окраин этого населенного пункта. Так что вот такая вот ситуация. Мы продолжаем держать оборону, видите, пытаемся вернуть утраченные позиции, то есть пытаемся контратаковать, но, к сожалению, наша попытка не принесла успеха. Также противник обороняется на Новопавловском и Запорожском направлении и на Херсонском направлении. Единственное, что надо отметить, это то, что на Запорожском направлении мы, скорее всего, я так понимаю, генеральный штаб применяет тактику такую же, как ранее на правом берегу Днепра, на Херсонском направлении, и мы дистанционно выносим эту группировку. Наша артиллерия накрывает все, что можно там накрыть. Районы сосредоточения живой силы и техники, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, позиционные районы противника. И на Запорожском направлении мы имеем довольно хорошие результаты по уничтожению российских войск, и российское командование отводит основные силы от линии фронта на глубину досягаемости, выводит, точнее, из-под огня нашей артиллерии. То есть они размещают основные силы на удалении где-то 15-20 километров. Тем самым ослабляя войска, которые остаются на переднем крае. Вот такая же ситуация сейчас наблюдается в Херсонской области. Они вдоль Днепра усиливают в инженерном отношении оборону. Там стоит какая-то часть войск. Основные силы отведены на безопасное расстояние от досягаемости нашей артиллерии с правого берега. Ну и естественно российская артиллерия тоже ведет нещадный огонь по правому берегу реки Днепр. Несмотря на вот такую ситуацию, противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате нанесения огневых ударов по районам сосредоточения оккупационных российских войск в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудная, Половой и Василовка Запорожской области. Враг потерял около 240 человек ранеными. Уничтожено 3 склада с боеприпасами и около 20 единиц военной техники различного типа. Больница, которую развернули на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера, полностью заполнена ранеными военнослужащими оккупационных войск Российской Федерации. Подразделения ракетных войск и артиллерий сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления войсками противника, 11 районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника и 2 склада с боеприпасами из состава российских войск. Ну, кстати, надо отметить, в районе Бердянска было очень хорошее накрытие, там они делали базу. Российские войска создавали целую базу по снабжению группировки войск в Херсонской области на левом берегу. Эту базу очень хорошо накрыли, там огромные потери в материальных средствах. Там не было в основном личного состава, но по материальным средствам мы там поджарили их очень хорошо. В акватории Черного моря нету на сегодняшние сутки ни одного носителя ракет типа «Калибр». На вчерашние сутки была одна подводная лодка, сегодня все корабли вернулись в пункты дислокации на Черном море российские, в том числе и эта подводная лодка. Видимо, либо погодные условия, либо, опять же, повторюсь, что Российская Федерация до сих пор, по нашим данным, до сих пор даже не может начать подготовку к массированному ракетному удару. То есть сосредоточение ракет на каких-то аэродромах. Но они, видимо, не знают, потому что если они в Энгельс начнут свозить ракеты, а вдруг туда что-то опять прилетит. И все эти ракеты могут сдетонировать, даже не дойдя до подкрылков самолета. Вот такие военные новости сложились на сегодняшние сутки на всех фронтах в Украине. Немножко поговорим о военно-политических новостях. И они есть разные. И начнем мы вот с какой новости. После серии попыток терактов по украинским посольствам в Европе, это помните, да, в Испании, там, в других странах рассылали различные пакеты, которые один взорвался, а в остальных были обнаружены самодельные взрывные устройства. Так вот, в Европе, в частности в Германии, стали поступать фейковые письма от имени Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением вступить в иностранный легион за деньги. Ну, естественно, консульство Украины никаких писем не рассылало никому. Мы не ведем агитацию среди иностранных граждан в плане предложения им подписать контракт с вооруженными силами и вступить в иностранный легион. Это сугубо добровольное мероприятие, и все желающие, кто хочет это сделать, самостоятельно обращаются в наше отделение или консульство дипломатической службы в тех странах, в которых проживают граждане, изъявившие такое желание. Ну, надо отметить, Берлин в последнее время все больше и больше начинает нас радовать. Как-то кардинально Германия меняет свою позицию в отношении Украины и поддержки нашей страны в этой войне. Если раньше мы постоянно обращались к критике и Олафа Шольца, канцлера Германии, и правительства Германии в том плане, что помните, как они принимали решение на даем оружие, не даем оружие, готовим к передаче, не готовим и так далее, то теперь ситуация меняется кардинально. Пакеты помощи от Германии идут один за другим. Мы не успели с вами разобрать предыдущий пакет помощи с гепардами и бронемашинами. Как Германия, во-первых, правительство Германии сделало очень позитивное, на мой взгляд, заявление, и которое легитимизирует нашу позицию относительно нанесения ударов по сопредельным территориям. Это то, о чем мы с вами постоянно говорим и гадаем, когда же мы начнем эти удары наносить. Так вот, Берлин считает военные объекты на территории России законными целями для вооруженных сил Украины. Цитата. Она обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства. Право на самозащиту зафиксировано в статье 51 Харте Организации Объединенных Наций, а Украина является государством, на которое напали. Вот такие вот, это официальная позиция федерального правительства Федеративной Республики Германия. Так что вот такая вот поддержка, я считаю, что в политическом отношении это просто огроменная поддержка. То есть мы теперь можем, в принципе мы и ранее тоже наносили удары, ну правда по своей территории, мы по Крыму наносили, это наша территория. И Крымский мост 12 морских миль от, точнее нет, там пролив, Керченский пролив, он поделен пополам. Демаркационная линия проходит по середине пролива. И соответственно до середины пролива Крымский мост находится на нашей территории. Поэтому мы смело можем наносить по нему удары. А тут Германия говорит, что в принципе любые удары по территории врага, которые предотвращают или способствуют предотвращению ударов по нашей территории со стороны России, являются легитимными целями, являются абсолютно легитимными в рамках Харте ООН о самозащите государства. Ну и тут же не отходя от Берлина далеко, вот то что я вам и говорил, что Германия анонсировала поставку нового оружия для Украины. Об этом в Твиттере сообщило посольство Германии в Украине. То есть уже этот самый посол написал в своем Твиттере, что Германия готовит для передачи Украине у 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования. Ну я так понимаю, это вот эти так называемые противодронные ружья, которые переносные комплексы радиоэлектронной борьбы. В посольстве также добавили, что в течение последней недели Украина получила 20 бронеавтомобилей Динго и 2 большегрузных тягача М10-70. Ошкох тягачи. Кстати, эти тягачи это самые большие тягачи в Европе, насколько я знаю, для перевозки тяжелой бронетехники. Ну например, такой как танки или самоходные артиллерийские установки. Теперь два слова хочется сказать сразу же, чтобы потом не отвечать на этот вопрос. Что такое RCH-155? Это колесная гаубица, которая является, я бы так, наверное, сказал, производной или более современной, более легким вариантом или более маневренным вариантом Panzerhaubitze 2000. Panzerhaubitze 2000, она на гусеничной базе, она довольно тяжелая и установка. Что сделали немцы? Немцы взяли бокстер, мы знаем с вами бокстеры, они есть у нас на вооружении, нам еще их передавали в период до массированного вторжения российских войск, в частности в Национальной гвардии. Мы получили партию 50 бокстеров, это британский бронетранспортер. Так вот, на базе бокстера они поставили артиллерийскую часть и сделали что-то наподобие арчера, то есть автоматической пушки. Ствол там такой же, как у Panzerhaubitze 2000, дальность основными видами боеприпаса до 40 километров. Боекомплект составляет 30 снарядов, 155 миллиметров. И экипаж два человека, командир и водитель. За счет колесной базы маневренность этой системы очень сильно возросла, вес ее резко сократился, у нее запас хода 700 километров, скорость по шоссе может достигать до 100 километров в час. Время развертывания там порядка 30 секунд. В боевое положение и точно так же время свертывания в походное положение. Полный автомат заряжания, то есть башня необитаемая и артиллерийская система работает в режиме полного автомата. Скорострельность составляет порядка 9 выстрелов в минуту. Вот такая вот система. Это знаете как вот есть МЛРС М270, тяжелая гусеничная система с двумя пакетами по 6 снарядов. А есть более современная, как некоторые даже военные говорят в Соединенных Штатах, дань моде. Есть Хаймарс, который с одним пакетом на колесной базе, высокоманевренный и скоростной. Да, он слабее по огневой возможности, но зато он более быстрый, я бы даже сказал более, наверное, шустрый. Вот здесь точно такой же вариант. 18 самоходных артиллерийских установок это полноценный артиллерийский дивизион. Очень хорошие гаубицы, но тем более с боксерами мы умеем работать. Так что вот немцы готовят нам такой еще один пакет военно-технической помощи. В Конгрессе Соединенных Штатов, в его верхней палате, я вам говорил эту новость, по-моему, два дня назад я оглашал о том, что Демократическая партия Соединенных Штатов укрепила или закрепила свой перевес в Сенате Соединенных Штатов Америки. После второго тура выборов в штате Вирджиния победил кандидат от Демократической партии и Демократическая партия получила в Сенате большинство. Теперь Конгресс Соединенных Штатов выглядит следующим образом. Сенат остался за демократами, то есть верхняя палата. Нижняя палата представителей перешла под контроль Республиканской партии. И что делают республиканцы? Сразу же представители Республиканской партии внесли в закон о проведении аудита и остановке военной помощи Украине и проведении аудита всех выделенных для военно-технической помощи средств правительством Соединенных Штатов. Об этом написала газета «Вашингтон-Пост». Естественно, что сделал Сенат? Сенат заблокировал законопроект республиканцев, которые стремились остановить военно-техническую помощь, финансовую, точнее помощь Украине, и провести аудит всех выделенных средств. В любом случае, для нас это очень позитивный сигнал в том плане, что помощь не прекращается, деньги будут поступать, ну а я думаю, что Сенат и Конгресс, и Нижняя палата, они будут сейчас договариваться, как дальше проводить этот законопроект. Скорее всего, останется первая часть – аудит. Потому что, ну, тут даже демократы, наверное, не смогут противостоять аудиту, если они играют, как бы, честно и в открытую, то они на это согласятся. Но остановки по военно-технической помощи не будет. Вот что такое Верхняя палата Конгресса США, то есть Сенат. Российская Федерация, оттуда приходят новости, как всегда, тревожные, и причем тревожные даже не для нас. Российская Федерация готовится к мобилизации 17-летних юношей. Видимо, призыв, я уже вам напоминал об этом, с 1 по 30 ноября в Российской Федерации проводился призыв на действительную военную службу, и, скорее всего, там должны были призвать более 120 тысяч призывников. Но я так понимаю, что все провалилось. Как-то они так молчат, не было указа Путина об окончании призыва, не было никаких данных, сколько же они реально призвали, и тут вдруг появляется в руководстве, в военно-политическом руководстве Российской Федерации, появляется идея срочно призвать 17-летних. То есть, ну, кстати, кто смотрит мой канал из России, будьте готовы, что у кого дети, юноши в возрасте 17 лет, то они могут получить повестку. Их придет и заберет военкомат для службы в армии. Так что будьте готовы даже к такой неожиданности. Ну и наше главное управление разведки говорит, что на фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к будущему поражению своих войск. Об этом сообщает ГУР. Главное управление разведки отметило, что мобилизация в России не прекращается, готовятся новые, более мощные волны, а также формы и методы системы учета. В частности, призыв несовершеннолетних, в том числе и с временно оккупированных территорий Украины. То есть, они продолжают мобилизацию, они продолжают призыв на территории России, но также российские власти хотят, оккупационные власти хотят развернуть призыв и мобилизацию на оккупированных территориях. Ну, я уже говорил, что для тех, кто взял российский паспорт, они считают гражданами вас Российской Федерации, поэтому повестка для вас гарантирована 100%. Ну, а те, кто не брал российский паспорт, это вообще-то военное преступление. Насильственный призыв в ряды российской армии. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни. Произошел такой, на нефтяном рынке, произошел такой, я бы сказал, курьез, наверное. Курьез, связанный с российской нефтью, нельзя было пройти мимо этой новости. Вы помните, что все-таки согласовали и Европейский Союз, страны Большой Семерки, согласовали в контексте введения эмбарго на продажу российской нефти, они согласовали потолок цены российской нефти за баррель. И остановились на цифре 60 долларов за баррель, за бочку нефти. Это имеется в виду российская нефть марки Юрлс. Она намного хуже по качеству, чем бренд и чем WTI. Но Российская Федерация, как всегда, ответила жестко и серьезно, и сказала, что тем, кто поддержал цену ограничения цены в 60 долларов за баррель, мы вообще нефть продавать не будем. Ну и в результате такого жесткого ограничения, вчера на торгах Россия продала свою нефть по 43 доллара. Согласно данным, представленным Argus Media, отечественный сорт нефти Юрлс, на долю которого приходится около 60% морского экспорта Российской Федерации за последний год, в среду, 7 декабря, торговался на уровне 43,73 доллара за баррель. Нефть транспортируется из портов на западе России, пишет агентство Bloomberg. Вот так вот получилось. Грозились не продавать по 60, в результате продали по 43. Вот такая вот арифметика в Российской Федерации с ценами на нефть. В результате ключевая российская марка торгуется на уровне значительно ниже ценового потолка, который ввели страны большой семерки, ну и сейчас вот должна поддержать страны Европейского Союза. Вот такие военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нас. На этом мы первую часть нашего видео заканчиваем. Я сделаю паузу. По традиции, вы можете за это время подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответами на те вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит примерно так. Такое вопрос. В первом месяце войны мы ликвидировали великую кількість генералов-оккупантов, но последний час уже нет. На РФ и заканчивались генералы, или они все в тилу? Они все в тилу. Дело в том, что, к сожалению, а к величайшему сожалению, противник тоже учится воевать, и получает боевой опыт. И если в первые месяцы войны российскому командованию надо было гнать... Они не ожидали. Смотрите, какая ситуация получилась в первые месяцы. Российская Федерация вообще не рассчитывала на сопротивление населения. И они, даже солдат своих, инструктировали, что местное население, все будет хорошо, будет встречать вас практически с хлебом с солью. Вооруженные силы Украины могут оказать незначительное сопротивление. И поэтому российская армия, ни морально, ни психологически, не была готова к тем ожесточенным боям, которые они встретили здесь, в Украине. Который, тот бой, который дали им вооруженные силы, или силы обороны Украины. И, соответственно, сложилась такая ситуация, когда войска отказывались идти в бой. Мы, кстати, об этом очень много говорили в первый период войны. И что надо было делать? Надо было эти войска гнать в наступление. И, соответственно, командные пункты, пункты управления войсками, весь командный состав был на передовой, был максимально близко к линии фронта, для того, чтобы заставить военнослужащих идти в наступление. Поэтому мы их на этом и ловили. Соответственно, когда они подходили близко к фронту, наша разведка вычисляла такие моменты, и мы накрывали огнем нашей артиллерии, авиации и всего остального. Сейчас они научились воевать. Сейчас все командование находится на удаленных дистанциях. В основном они ведут оборонительные бои. За исключением донецкого направления. Но там частные военные компании в основном воюют, наемники, а их особо не надо мотивировать, они мотивированы деньгами. Поэтому там командование на их местном уровне справляется с задачей гнать их на убой на нашей позиции. А в остальном у начальства, конечно же, как вы там помните Кинзадзад, да? Где ваше начальство? Начальство говорит на другой планете. Вот так же и здесь. Поэтому количество высших офицеров, таких как генералы, на сегодняшний день под наш огонь попадает очень и очень мало. Но зато в старших офицеров, подполковники, полковники, как было, так и продолжается. Единственное, что это уже превратилось, я бы так сказал, в военную рутину. Количество подполковников и полковников, которые мы уничтожаем в составе российских войск, оно уже достигло такой отметки, когда мы это воспринимаем как данность или как обыденность. И не делаем из этого культ или какое-то важное информационное сообщение. Слышал, что Украина запустила выпуск 152-мм снарядов. Но вы ведь говорили, что Украина переходит на европейский калибр 155-мм. Так почему бы Украине не изготовить 155-мм снаряды для орудий европейского образца? Смотрите, давайте я поясню. Я вижу, что уже дошло до споров, взрада, чепырымога. Давайте так. На сегодняшний день наша артиллерия, которую мы применяем в ходе этой войны, на 30%, всего лишь, не более чем на 30%, состоит из, а может даже и меньше, состоит из артиллерийских систем калибра 105-155-мм, то есть западного образца. Все остальное это артиллерия старая советская, которая была у нас на вооружении. А теперь смотрите, снаряды с калибра 105-мм и 155-мм нам поставляются в достаточном количестве странами-партнерами. Но у стран-партнеров есть огромнейшая проблема с производством снарядов к советским образцам артиллерии. Калибра 120-122 или 152-мм. Отсюда вопрос, так какой калибр нам надо производить? Может быть нам надо производить именно калибры к тем видам артиллерии, которые есть на сегодняшний день? И составляют основную долю, львиную даже я бы сказал, долю нашей артиллерии на поле боя? Для того, чтобы обеспечить эту артиллерию? Со снарядами очень-очень туго сейчас у нашей артиллерии. И основная масса, еще раз повторюсь, советского образца. А потом перестроить предприятие, поменять технологию с калибра 152 на 155, это не проблема. Поверьте. Смена технологии на конвейерной линии это не такая огромная техническая проблема. Это все решаемо. Но сейчас крайне важно производить снаряды к основному количеству нашей артиллерии. Кстати, о перевооружении. В ходе этой войны, естественно, износ каналов стволов артиллерии советского образца будет сумасшедший. Для дальнейшего эксплуатации они будут непригодны. И, соответственно, мы эти артиллерийские системы, полностью выработав их ресурс, спишем их в утиль, и снаряды прекратим производить, когда эта артиллерия у нас закончится. Вот если наши партнеры дали нам бы 100% артиллерии западного образца, укомплектовали бы все наши артиллерийские части, да, тогда я согласен, что мы бы производили снаряды калибра 155 мм. Но сегодня, поверьте, крайне важны снаряды калибров советских образцов. Привет из Запорожья. Слава Украине. Есть ли такой суд, чтобы установить справедливость? Я имею в виду Киевскую Русь и Московию. Кто есть кто? А зачем суд? Я вот не пойму. Не надо никакого суда. Есть история. И вот такие исторические споры, кто есть кто, они, как правило, выливаются в войны. Что мы с вами на сегодняшний день и пожинаем? Это попытка Российской Федерации украсть нашу историю и присвоить ее себе. Смотрите, что они делают. Они ведут захватническую войну. Они хотят захватить наши территории. Они уничтожают все украинское. Они уничтожают наши книги. Они запрещают наш язык. Они сразу же переводят детей на оккупированных территориях школы на русский язык. Они везде насаждают свое. И при этом они называют себя Русью. И говорят, что Киевская Русь это они. Это исторический спор. Не бывает судов по историческим спорам. Все исторические споры, как правило, и территориальные претензии, как правило, решаются на поле боя. Очень редко они могут решаться в переговорном процессе. То есть дипломатическим путем. Как правило, это войны. А именно из-за этого войны и возникают. И мы сегодня воюем за свою историю и за свое будущее. За возможность. Мы воюем с вами за возможность существования государства Украина. За возможность существования нации украинцы. То есть нас с вами. Кстати, я напомню. И недавно даже Институт изучения войны американский подтвердил наш разведданные о том, что Российская Федерация разделила всех украинцев на четыре категории. Первая категория это те, кто подлежат ликвидации. Не падайте в умрак. Ликвидации. То есть уничтожению. Вторая категория те, которые подлежат высылке и ссылке. То есть заключению в тюрьму. Третья категория это те, кто подлежат перевоспитанию. И четвертая категория это коллаборанты, которые с хлебом столью готовы встречать российскую оккупационную власть. Вот такая вот категория. Так что вот сядьте и подумайте. Если вы себя относите к патриотам Украины, то вы попадаете в первую, в худшем случае, в лучшем случае во вторую категорию. То есть либо каторга на Соловецких островах или где-то в районе Магадана, или на Сахалине, как это было при царе Горохе. Либо расстрел. Пытки и расстрел в подвалах вот тех пыточных, которые мы находим в каждом населенном пункте. Ведь с чего буча началась? Буча началась с того, что российский спецназ приехал с ликвидационными списками. И начали отлавливать активистов или тех, кто был в первом списке. То есть тех, кого надо было убить. Их пытали, узнавали фамилии других активистов, адреса, ходили, арестовывали и уничтожали. А потом закапывали за городом, кидали в ямы и закапывали этих замученных в жестоких пытках людей. Так что никакого суда не существует. Существует историческая справедливость, которая отстаивается, как правило, на поле боя. В большинстве случаев. Если существует контрбатарейная борьба и радары определяют, откуда летит снаряд, то получается, что Арта стреляет пару раз и нужно экстренно менять позицию, пока туда не прилетела ответка. Это быстро и удобно с артиллерией на колесах. Но каждые пару минут тащить за собой три семерки, например, да, это огромная проблема. Кстати, норматив 3-4 минуты. Если в течение 3-4 минут ты не поменял позицию и тебя засекла станция контрбатарейной борьбы, то к тебе может прилететь ответка. То есть начнется контрбатарейная борьба с той артиллерией, которая принято только что тобой применялась. И на сегодняшний день артиллерия старается максимально маневрировать. Они даже отъезжают от огневых позиций, выполняют огневую задачу, потом отъезжают от огневых позиций для того, чтобы не попасть под ответный огонь. Ну а для буксируемой артиллерии, тут имеется ввиду, что буксируемая артиллерия. У нас 105-мм галбицы L или M109 и вот три семерки. Это два вида галбиц, которые у нас буксируемые. А, еще HF-70, самодвижущаяся галбица итальянская. Вот их надо, здесь проблема, да. Так, кстати, мы научились. У нас есть способы, когда мы для буксируемой артиллерии фактически сокращаем нормативы в несколько раз по развертыванию и свертыванию галбиц на огневой позиции для того, чтобы уменьшить время пребывания артиллерии на огневой позиции. Так что, да, это жизненная необходимость на сегодняшний день. И да, именно поэтому большинство артиллерий переходит на самоходную базу. Либо колесную, либо гусеничную. Почему? Потому что, действительно, прицепная артиллерия, она проигрывает в времени развертывания и свертывания на огневых позициях. Хотя по маневренности своей буксируемой артиллерии довольно-довольно даже может дать фору еще и гусеничной артиллерии на самоходной базе. Сообщалось о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления Дзвин АЭС. Можете рассказать подробнее об этой системе? Ну, это что-то наподобие, если кто-то сталкивался с системами RIP, то есть системами комплексного управления, корпорациями, фирмами. А точно такая же система создана и в войсках. И вот эта система, общая система управления огнем, она начинается от солдата, от пехотинца и заканчивается в генеральном штабе. Вся информация стекается в генеральный штаб, даже с нагрудной камеры пехотинца, даже с бортовой камеры БМП, БТРа или танка. Данные разведки. Все это стекается в один центр. Далее на основе алгоритмов, которые применяются искусственным интеллектом, уже вот такой уровень, чтобы вы понимали, дальше идет ответная команда по распределению усилий по борьбе с противником. Кому огневые задачи ставятся, кому ставятся тактические задачи на поле боя, кто, когда и какие задачи должен выполнить, в каком районе, за какое время и с какой вероятностью. Вот это все делается на основе созданных моделей и применением искусственного интеллекта. Вот это и есть автоматизированная система ДЗВИН. Такие аналогичные системы есть во многих армиях мира. Есть такая система в израильской армии, есть такая система в американской армии, которая полностью контролирует ситуацию на поле боя. От солдата до самого верхнего штаба. Соответственно, решение предлагает... Ну, сейчас эта система на первичных вариациях, эта система работает по... Она останавливается на этапе предложенных вариантов решения, и окончательный вариант решения остается за человеком. В будущем, я думаю, что при выполнении каких-то отдельных или специальных операций, эта система будет... Будем полагаться полностью на эту систему, и она будет принимать решения или давать рекомендации на местах по выполнению тех или иных задач. Как наиболее оптимально выполнить те или иные задачи. Ну, комплексная... Ну, будем так говорить, можно назвать... Комплексная автоматизированная система управления войсками. Вот что такое Дзвин АЭС. Вопрос немного поздний, но все-таки. Вы говорили, что на правобережье Днепра в Херсоне была самая крупная группировка оккупантов. Так в итоге, когда они отрицательно наступали... Ну да, это формулировка из российских средств. Очень хорошая формулировка. Отрицательно наступали. Они оставили на самую крупную группировку тяжелой техники? Или они ее всю-всю забрали? Ну, опять же, возвращаемся к понятию того, что противник тоже учится воевать. Как бы мы этого не хотели, он набирает боевой опыт. И если в Харьковской области во время той наступательной операции они все бросили и убежали, то в этот раз они отошли довольно организованно. Они вывели основную массу техники и вооружений. они с правого берега реки вывели. То, что оставалось на левом берегу, и когда они начали отступление, ну, фактически бегство, большинство техники они подрывали. То есть нам досталось очень мало техники при освобождении правого берега реки Днепр в Херсонской и Николаевской областях. Вот такая вот ситуация. Противник тоже учится воевать. Так что нам практически очень мало досталось. Они большинство техники вывели на левый берег. В 2014 году, когда группировка зашла в Донецк, одним из первых дел они вывезли с завода ТАПАС все виды кольчуг, в том числе кольчуга-3. У меня вопрос. Остались ли у нас технологии третьего поколения? Если да, где используется хоть какое-нибудь поколение кольчуг? У нас есть несколько радиолокационных станций в составе Вооруженных сил Украины. Они работают в составе системы ПВО страны. Так что они используются. Что касается завода ТАПАС. В 2014 году российские оккупанты вывезли из завода только те образцы, которые там собирались. И то часть образцов была повреждена. Вся техническая документация на кольчугу была вывезена заранее. Мы даже пытались наладить на одном из предприятий Украины мы пытались наладить производство кольчуг. Но у нас не заладилось с гособоронзаказом. Поэтому финансирование практически было отсутствовало. На сегодняшний день вполне вероятно, что кроме тех кольчуг, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины и использующихся в системе защиты нашего воздушного пространства, вполне возможно, что если есть необходимость, идет сборка других образцов этой радиолокационной станции или ее видов модернизации. Но документация вся у нас, России не досталось ничего. И те образцы, которые они вывезли, я так понял, пользы им не привезли. Они были не в окончательно собранном виде. Возможно, частично повреждены. Какие-то важные платы, я больше чем уверен, были вытащены из них. Почему? Потому что за 8 лет Российская Федерация не смогла сделать даже аналога радиолокационной станции типа кольчуга. То есть пассивного типа. Вот ответ на ваш вопрос. А у нас есть и технология, и, я так понимаю, есть возможности. Скорее всего, мы даже их используем. Можете больше разповисти про систему Патриот, в яких краинах вона есть и экипаж, якои краины им керует. На прикладе тех, что стоят в Польше. Чи на прикладе инших краин НАТО. Смотрите, система Патриот. Это американская система, которая была разработана в 80-х, в 70-х годах и принята на вооружение в 1982 году. Начало испытаний было 1976 год. Это, будем так говорить, Патриот, это была система холодной войны. Это была зенитная система. Дивизион состоял из 6 батарей. Они становились в кольцо, брали объект в кольцо и пробить, считалось, что пробить дивизион Патриот практически невозможно. Для того, чтобы добраться до цели авиации, надо было, ну тогда про ракетные войска еще так активно не говорили, надо было выбить хотя бы одну батарею из вот этого кольца. Тогда образовывалась брешь и авиация могла достать до объекта. Но война в Персидском заливе все изменила. Патриот применялся, они пытались, Соединенные Штаты пытались применить Патриот для борьбы с оперативно-тактическими ракетами типа СКАД, которые находились на вооружении армии Садама Хусейна, армии Ирака. И Патриот показал себя никак. Точнее, никак себя не показал. Так можно перефразировать. Все ракеты пролетели мимо. Его даже хотели снять с вооружения. Начали разрабатывать комплекс ШАД. Потом похватились и решили Патриот модернизировать. Он претерпел огромную модернизацию в 90-е годы. И на сегодняшний день Патриот есть в двух вариациях. Есть Патриот как противоракетный комплекс. И в комплект дивизиона входит 9 батарей по 4 пусковых установки. Это 36 пусковых установок. По 8 ракет в каждой. Можете посчитать. Но и стоит этот дивизион 9 миллиардов долларов. Либо в противовоздушном исполнении комплекс Патриот это 6 батарей по 4 пусковых установки. Там немножко отличается ракетами и противоракетами точнее и радиолокационной станцией. Вообще он считается дальнего радиуса действия. Радиолокационная станция обнаруживает цели максимально на 200 километров. В высоту до 25 километров. У нее сектор обзора 90 градусов. То есть плюс-минус 45 градусов она смотрит. Это по горизонту. И по углу возвышения она может видеть от 1 до 73 градусов. Вот кстати обратите внимание 1 градус это угол над горизонтом который является мертвой зоной для этой радиолокационной станции. Которая входит в состав комплекса Патриот. Соответственно крылатая ракета или беспилотник может лететь вот в этой зоне и тогда его РЛС не видит. Дальность поражения противоракетой составляет максимальная может составлять до 100 километров. Ну в принципе в тактико-технических характеристиках написано что 80 километров максимальная дальность поражения цели противоракетой комплекса Патриот. Высоту до 25 километров может поражать различные цели. Может бороться со всем что летит. Баллистическими ракетами, межконтинентальными баллистическими ракетами, авиацией противника и беспилотниками противника. Такой себе довольно универсальный комплекс. Основные эксплуатанты комплекса являются три страны Соединенные Штаты, Япония и Кувейт. Но это основные. Но комплексов было выпущено очень много. Более ста и более двадцати стран мира имеют на вооружении либо полностью комплекс Патриот, либо отдельные его элементы. Ввиду дороговизмы покупают радиолокационную допустим станцию и покупают несколько батарей или одну батарею допустим четыре пусковых установки. Ставят на боевое дежурство. Но среди таких основных стран, которые можно было бы перечислить, практически большая часть стран это Германия, Греция, Израиль, Иордания, Испания, Катар, Южная Корея, Кувейт, Нидерланды, Арабские Эмираты, Румыния, Саудовская Аравия, США, Китай имеет пусковые установки Патриот у себя на вооружении, Швеция и Япония. Вот такое количество стран обладает этими пусковыми. Экипажи на этих пусковых установках, на этом комплексе свои, родные, штатные. Если мы говорим о немецком комплексе Патриот, это значит, что на экипаже в этом Патриоте или расчеты в этом Патриоте немецкие, бундесверовские. И комплекс стоит на вооружении Бундесвер. Так называется армия Германии. Вот. Министерство обороны Германии. Вот. И, соответственно, если мы говорим о том, что Германия поставит свой комплекс в Польше, то расчеты будут немецкие. И будут там нести боевые жизнь. Если мы говорим о том, что Германия должна передать или может передать Патриот войску польскому, то расчеты будут, естественно, польские. Полякам придется его освоить и, как бы, изучить, сдать экзамены и комплекс будет передан для постановки на боевое дежурство вдоль границ Украины. И закрывать будет небо НАТО или небо Польши. Ну и НАТО, соответственно. Вот. А так, страна эксплуатант, которая покупает эти пусковые и элементы самого комплекса, она, естественно, получает лицензию на право их эксплуатации. Но передача вооружений может осуществляться только на основании права страны правообладателя. Страной правообладателем, страной разработчиком и выпускающим комплекс Патриот является единственная страна Соединенные Штаты Америки. Да, его делает три фирмы. Но все эти три фирмы американские и находятся в Соединенных Штатах в Соединенных Штатах Америки. Вот что такое комплекс Патриот. На сегодняшний день он получил такую известность вот после войны в Персидском заливе, после вот этих вот войн. И разрекламирован был как после модернизации. И был очень сильно разрекламирован после своей модернизации. Поэтому все о нем так много и говорят. Следующий вопрос. Можно ли как-то нарушить работу завода в России, который выпускает ракеты? например, в Удмуртии? Можно. Для этого необходимо иметь соответствующие средства. То есть, должна быть либо ракета, либо беспилотник. Если мы начинаем как бы вести боевые действия на территории противника, это, кстати, то, о чем я говорил в начале этого видео, о легитимности применения огневых средств по территории противника для предотвращения ударов по нашей территории. то, да, военный завод, который производит ракеты, которые потом летят по территории Украины и убивают наших граждан и разрушают нашу инфраструктуру, является абсолютно легитимной целью. Если у нас будут такие беспилотники, которые могут достать до Удмуртии, то почему бы нет? Думаю, что в ближайшее время мы вполне можем увидеть еще несколько, ну, не несколько, не так, скажу так, можем увидеть не одну еще бавовну, как мы это называем на территории Российской Федерации, на военных объектах, на военных заводах. Так что, вполне, вполне вероятно. И это, я считаю, было бы правильно, и это было бы целесообразно с военной точки зрения. Олег, почему ракетные налеты происходят днем? Почему не ночью? Ну, почему днем? Вспомните, 24 февраля 5 часов утра, ракетные удары, авиационные налеты. Дело в том, что время ракетного или авиационного удара, или артиллерийского удара, зависит от задач, которые ставятся перед этим огневым ударом, или перед ракетным ударом. Дело в том, что, смотрите, если вы хотите, обычно войска начинают действовать когда? На рассвете. Почему? Потому что, чтобы захватить как можно больше светового дня. То есть, с первым лучом солнца и до заката. Потому что, в ночное время активность боевых действий падает. Поэтому, если вы хотите применить артиллерию, авиацию и ракетные войска по противнику, по войскам противника, то, конечно, это лучше делать, когда? На рассвете. Или, допустим, в разгар боевых действий вы хотите поразить его резервы. Если вы хотите нанести, допустим, объектом инфраструктуры, то тут разницы нет. Когда там нагрузка есть, когда нагрузки нет, ваша задача поразить объекты инфраструктуры. Вы наносите днем, вы наносите ночью, сколько было массированных ударов после обеда, или в обед наносили, рано утром наносили, у нас утро понедельника начиналось с ракетных ударов со стороны России. Если вы хотите, допустим, максимально уничтожить личный состав или людей, то по жилым кварталам, как вот делала Российская Федерация, лучше наносить ночью, или рано утром, когда люди спят, когда наибольшее количество людей находится в домах. Тогда количество жертв будет больше. Соответственно, цель удара будет достигнута сильнее, эффективнее. Если вы хотите по торговым точкам, по торговым центрам, то удары надо наносить когда? Днем. Когда торговый центр работает. Для чего? Для того, чтобы днем было как можно больше скопления людей. Все зависит от задач, которые ставятся перед этими огневыми ударами. Вот от этого и зависит время, когда они наносятся. А по большому счету ракетчикам или летчикам все равно. Ночной это удар, дневной это удар, утренний, вечерний, им все равно. Пришла команда, они подготовились, получили команду на открытие огня или на пуске ракет, произвели все и пошли дальше обслуживать свою технику и отдыхать. Вот такая вот. Нету такой точной привязки или нету прямой зависимости от времени суток и нанесения ударов. Есть задачи, которые ставятся перед этими огневыми ударами. Соответственно, эти задачи влияют на время их производства или на время их нанесения. Вот такие вопросы мы сегодня рассмотрели в этом видео. На этом вторую часть ответы на вопросы мы закончим и приступим с вами к третьей части. Это оглашение приветствий и пожеланий, которые вы сегодня прислали. Есть очень интересные, кстати, открывающие глаза даже на некоторые вопросы в соседних странах. Вот, например, такое. Хочу добавить о Венгрии. Они ненавидят Украину. Я живу в Австралии, но осенью была в Украине. Ехала в автобусе через венгерскую границу. Так вот, был один наш автобус на венгерской таможне. Нас держали 6 часов. Потом все вышли в дождь и холод на улицу и они проверяли паспорта. В основном были женщины и дети. Заболела? Я заболела после этого. Кто они? Ну, тут С и много точек. Слово придумайте сами. И так во всем. Слава Украине! Ну, видите, такое отношение проявили венгерские пограничники к нашим гражданам. Бразилия с вами! Слава Украине! То, что Россия не смогла сделать силой, сделала подлостью, подсунув нам прорусское правительство. У нас сейчас времена Януковича. Но мы народ всецело за Украину. И наша совесть в лице грузинского батальона и добровольцев сейчас стоит и борется вместе с братьями украинцами. Это по относительно ситуации в Грузии. То, что в прошлом выпуске мы обсуждали и я вам рассказывал. Те подстанции, что на нефтепроводе дружба, которая качает фашистскую нефть Орбану, нужно включать в самую последнюю очередь. После устранения дефицита электроэнергии в стране. У нас форс-мажор, устроенный дружком Орбана, Путина. Я согласен на 200%. Я двумя руками за то, чтобы насосы на этих нефтепроводах включать в самую последнюю очередь, когда не будет дефицита электроэнергии. И пусть носят ведрами эту нефть, но есть выполнение международных договоров. У нас нет форс-мажора война. Война не объявлена ни с одной стороны. И поэтому мы обязаны, чтобы не платить неустойку, мы обязаны прокачивать эту нефть, это дистопливо, которое идет в европейские страны согласно международных контрактов. Вот такая вот сэляви, как говорят французы. Добрый день из Грузии. Вчера вы ошиблись, сказав, что премьер-министр Грузии Иванишвили. Но это не так важно. Наш президент Солома Зурабишвили всячески поддерживает Украину. Все время высказывается против войны и агрессии расистов. Все грузинские телеканалы ежедневно с первого дня войны транслируют все, что происходит. Говорят всю правду и даже правительственные каналы. Весь город Тбилиси увешан флагами Украины. И ни мэрия, ни правительство этого не запрещают. У многих местных жителей машины и моя в том числе стикерованы украинским флагом. Беженцам из Украины помогает вся страна. Как может. И даже правительство выплачивает деньги ежемесячно. Я не поддерживаю наше правительство. Просто не совсем так, как вам видится. Они просто очень боятся Путина. Чтобы не начал войну у нас в Грузии. И стараются не раздражать его. Сборище трусов. Лично я огромную часть своей жизни отдаю за переживания людей, которые сейчас так страдают. Верю в победу Украины. Держитесь. Слава Украине. Героям слава. Да. Иванишвили он олигарх. И он финансирует политические партии. У него нет даже своей политической партии. Я немного разобрался. Там другой премьер-министр. Иванишвили влияет на внутриполитическую ситуацию и внешнюю политическую ситуацию в Грузии. Как внутреннюю, так и внешнюю. Но официально не состоит в провластных структурах. Он серый кардинал. Вот такая ситуация. Здравствуйте. Я из Израиля. Родилась и училась в Харькове. Живу в Израиле более 30 лет. Душою и сердцем с вами. Спасибо за информацию, за мужество. Слава Украине. Надеюсь на помощь Израиля Украине. Что-то может быть и будет. Привет Техасу. И слава Украине. Шикарное достижение. Захват городской свалки. За это стоило сражаться туда и мы дорога. На свалку истории. Я тоже с вами согласен. Дай Бог, чтобы так и было. Привет вам из Литвы. Я всей душой за Украину. За вашу победу. В 90-х и 91-х годах служил в Германии. И очень подружился с двумя украинцами. Я их помню по сей день. Привет из Баку. Живем тут уже 16 лет. Молимся за Украину. Молимся за вооруженные силы Украины. Все будет Украина. Очень-очень ждем, когда закончится эта несправедливая война. Наши люди это точно не заслужили. Добрый вечер из Индии. Ого. Только что мой брат сказал город Занскар самый красивый город в Ладахе. Я в ответе ему сказал самое красивое место это мир. В этом мире это город Харьков. Вот так вот. То есть брат ему написал, что самый красивый город Занскар. Видимо это где-то в Индии. на земле. А он ответил ему, что самый красивый в мире город это Харьков. Ну что ж. Спасибо вам большое. Народ Германии. Благодарим за помощь. Привет и привет из Польши. Слава Украине. Добрый вечер. Мы из Литвы. Мы из Литвы. Но с сердцем и душою с вами. Слушаем вас в Финляндии. Наш праздник День Независимости совпал по дате с вашим праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Ого. Многие финны видят исторические параллели зимней войны и нынешней войны Украины за свою независимость. Верим, что правда победит. По помощи Божией. Да. Ну что ж. Поздравляю финнов с их Днем Независимости. Привет вам из Литвы. Город Скодос. В первую очередь спасибо за информацию. Меня мучает вопрос. Каким это... Каким медом намазали бахмут, что россияне так долго за него бьются. И бьются. А Херсон то быстро оставили. Спасибо за ответ. Держитесь ребята. С каждым днем победа все ближе. Победа за вами. Большое уважение захисникам и захисницам. Извиняюсь за ошибки. Украинским не владею. Ваша стойкость мне большой пример. Дело в том, что не то что медом намазано. Дело в том, что Россия сама в бахмуте загнала себя в ловушку. Они наступали в Донецкой области и уперлись в бахмут. На рубеже бахмута мы их остановили. Если помните, тогда была линия Сиверс-Бахмут. И мы отстаивали вот эту трассу между ними. И в конечном итоге мы их остановили. Они продолжили наступление. И так получилось, что они сосредоточили основные усилия в наступлении именно на бахмуте и Авдеевке. А сегодня они не могут изменить вектор. Почему? Потому что это приведет к ослаблению этого участка. Нужно время на перегруппировку войск. Естественно, мы этим воспользуемся и можем перейти в контрнаступление. Поэтому они... Вот приведу такой пример. Я уже приводил в эфире одного из каналов. Вам расскажу. Знаете, как туземцы ловят крокодила так, чтобы не испортить шкурку. Чтобы потом вся шкура осталась целая. Берут бамбуковую палку большую и затачивают ее, как кол. Упирают в землю и втыкают в пасть крокодила и упирают ее в землю. И крокодил, он не умеет ползти назад. Он может ползти только вперед. И он насаживается сам на этот кол и умирает. Вот так. То же самое произошло в Бахмуте с российскими войсками. Они сами насадились на этот кол. И они сегодня не могут остановиться. И не могут сползти с этого кола. Поэтому они вынуждены, не считая с потерями. А потери там уже тысячи. Там уже не сотни исчислений идут. Только за летнюю кампанию они там под Бахмутом положили больше 10 тысяч. Только за летнюю кампанию. Сколько положено за осеннюю кампанию, я думаю, намного больше. И они не могут остановиться. Они ползут вперед. Они сами насаживаются на этот кол. Поэтому вот такая у них ситуация. Патовая ситуация. Точнее не патовая, а цунцванг. Каждый следующий ход заведомо неправильный. Идти вперед это самоубийство. Никакой гарантии успеха. Остановиться или отойти назад это гарантия нашего контрнаступления. Это опять же поражение. Вот такая ситуация вокруг Бахмута. Дякую за вашу работу. Ну вот это уже пошли опять вопросы. Круг замкнулся. Из того, что было отобрано на сегодняшний день, мы исчерпали весь лимит. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Спасибо вам большое. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал, кто не подписался до сих пор. Чтобы вы получали уведомления о том, что появились новые видео. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине.